Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами. Сегодня мы поговорим, наверное, о теме, которая беспокоит каждого жителя нашего района, об отопительном периоде. Не так давно холода ударили по-настоящему, и горячая вода в трубах – это, наверное, то, что порадовало ни одного меня. Сегодня в наших гостях представитель управляющей компании АО «УЖХ» Елена Владимировна Маслина. Здравствуйте! Добрый вечер! А также, как всегда, представитель общественной палаты Одинцовского района Николай Николаевич Пархоменко, эксперт-консультант комиссии общественной палаты по ЖКХ. Добрый вечер! Ну что ж, давайте начнем с довольно, в общем-то, приятной ноты. Елена Владимировна, вас сегодня я слышал день рождения. Поздравляю вас от коллектива нашего телеканала. Желаю здоровья, счастья, успехов на работе. И, в общем-то, о работе давайте мы сейчас с вами и поговорим. В принципе, Елена Владимировна, что у нас сейчас с отопительным сезоном? Вообще, все ли получается, и район запустился как надо, или все-таки есть какие-то проблемы? Ну, про район я не скажу. Я скажу по нашей управляющей организации. По зоне вашей ответственности, конечно. Система, не скажу, что запустилась 100%, проблемы есть, стараемся их решать. В течение одного дня поступает на жилищный участок порядка от 140 до 180 заявок, связанных только с пуском системы отопления. Имеется завоздушивание стояков. Есть стояки, где до сих пор еще не запустили отопление. В частности, вокзальная 39Б, стояки, квартир 16, 23, 75. Проблемы есть, поэтому решаем их. Обязательно отопление дадим, тепло будет. Но, к сожалению, не все идеально. Но ведь все же 14 октября. 14 октября. Почему так из года в год у нас одна и та же история? Ну, как я уже говорю, и жителям стараюсь объяснять, что запуск системы отопления – это не просто повернуть вводную задвижку на доме. Если бы ее поворот разрешал всю ситуацию, ну, наверное, не было бы у нас проблем. Ситуация сложная, потому что эта система включает в себя, начиная с котельной, с котлов, с датчиков температуры наружного воздуха, магистральных трубопроводов, приборов отопления. Поэтому надо, чтобы эта система полноценно на каждой ее части заработала на 100%. Елена Владимировна, а вот позвольте вопрос просто как обывателя, да, то есть не специалиста по инженерии. Слушайте, ну, каждый год у нас происходит одно и то же, да. То есть каждый год у нас почему-то в момент пуска отопления в дома у нас происходит какой-то вот вал, да. То есть вот люди ждут, ждут, что в доме станет тепло, а тепло приходит не в каждый дом, к сожалению. Вот вы как специалист там с более чем 15-летним стажем. Вот может у вас есть какое-то решение. Вот как эту проблему не решать, а предотвратить? Ведь это же, наверное, лучше, чем принимать по 140-180 обращений в день. Это физически невозможно выполнить. Действительно, хороший вопрос. Ведь наверняка есть какие-либо практики в других районах, регионах нашей страны. Какие-то, может быть, особенного вида предварительные пуски горячего отопления? Ну, я скажу со стороны только управляющей организации, потому что за ресурсоснабжающим мне трудно сказать, как они относятся, допустим, к пробным пускам отопления. Я бы вот как управляющая организация, представитель управляющей организации не дожидалась температуры нормативной. Это плюс 8 градусов в течение 5 суток, среднесуточная температура. Я бы, конечно, предвидя вот такую ситуацию, включала, ну, допустим, дней на 10 раньше, чтобы как раз к моменту, когда у нас действительно температура понизится, у нас уже, ну, хотя бы 90% мы знали, где у нас есть слабые места. Проблемные места. Где проблемные, да, потому что, вы понимаете, все случается, несмотря на то, что дома готовятся, несмотря на то, что система опрессовывается, все равно каждый год, вот каждый божий год у нас вот эти две недели действительно превращаются в какое-то стихийное бедствие. Вот, поэтому, ну, если можно рассмотреть, опять-таки, хотелось бы выслушать сторону представителей теплосети, как они к этому относятся, ну, вот, возможно, попробовать вот взять такую практику. Так, Елена Владимировна, вы же главный инженер, все карты вам в руки. Вы вот как-то можете посодействовать, может быть, данному вопросу, написать обращение с точки зрения действительно действующего специалиста, который наблюдает из года в год одну и ту же ситуацию. С середины октября у нас оказываются опять проблемы. Это еще, Святослав, у нас в этом году погода еще нам минусливая. Правильно говорите, да. Я скажу, что мы с сотрудниками теплосети, как и с водоканала, в данном случае больше с теплосетей работаем. Мы практически родственниками все являемся, все друг друга знаем. И в семье не можете договориться. Нет, идем на встречу друг к другу и договариваемся. Вот, например, по ситуации вокзальная 39Б. Просто приношу извинения перед жителями, где до сих пор у нас холодно. Но большое спасибо, что люди относятся с пониманием. Буквально сегодня разговаривала с 23-й квартирой. На завтра, на 9 часов, будет у нас представители теплосети, представители застройщиков, дом новостройка. Возникли определенные сложности. То есть, конечно, договоримся. Обязательно на следующий год, я думаю, внесу со своей стороны такую просьбу. Леонидия, может действительно, правда, на местном уровне сделать какую-нибудь инициативу? То есть вы с мест, как управляющая компания, расскажете, подадите предложение. Тем более, что различные наши поселения имеют различные виды инфраструктуры. И, в общем-то, проект можно по разным уровням продвигать. Абсолютно. Абсолютно с вами согласен. Ну, вот, например, в городе, в городском поселении Одинцова я бы, конечно, рассмотрела. Потому что, ну, на самом деле, я думаю, и в теплосети случаются аварии на магистральных трубопроводах именно в период запуска. И у нас, конечно, да, у нас есть проблемы. Есть. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Звоните, задавайте свои вопросы в прямом эфире. В наших гостях сегодня представители общественной палаты Одинцовского района, а также акционерное общество УЖХ. Итак, Николай Николаевич, давайте все-таки я повторю свой самый первый вопрос. Думаю, вам, как общественнику, будет все-таки действительно виднее. Вы, так сказать, стоите над нашим районом, немножко мониторите всю ситуацию. В целом, вот, запуск ежегодный, да, вот этого отопительного периода, он как проходит? Есть ли какие-то динамики у нас? Может быть, все-таки что-то улучшается или, наоборот, становится хуже? Вы знаете, ну, в целом, если рассматривать последние, не знаю, там, полторы недели, да, которые вот с момента визита моих коллег сюда, да, то есть и с момента, собственно, пуска, ну, как Лена Владимировна уже сказала, что он произошел вроде бы ожидаемо, но вроде бы и внезапно, на самом деле. Поэтому обращение, количество обращений по теме отопления жителей заметно увеличилось. Ну, вот, за последние буквально несколько дней было подано там порядка пяти обращений, да, которые вот часть мы рассмотрели и с Леной Владимировной, часть по другим управляющим компаниям. Ну, насколько может, управляющая компания, она реагирует. Но, как вы сказали, Лена Владимировна, что физически невозможно 140 обращений в день исполнить. Ну, что у нас произошло за эту неделю? У нас было обращение, которое можно считать образцовым по исполнению управляющей компании, это вот по неделе на... Пять. Да, неделе на пять. А давайте я вот что предлагаю. Мы неделю на пять тоже поговорим, нам звонки по поводу данного адреса также проходили. А сперва давайте вот с вокзальной, да, 39Б закончим. Все-таки в чем проблема в данный момент? Почему вот сейчас там воды нет? Не воды нет, а отопления нет. Отопления, да, горячая вода нет. Если бы мы знали проблема, в чем конкретно проблема, мы бы ее устранили. В том-то и дело, что мы не можем понять, в чем проблема. Технического характера проблема или... Я думаю, что технического характера, потому что не все стояки, не все стояки не пошли. Там, где отопление пошло, температура в квартирах нормативная, стояки горячие, как даже мне сказали, огненные. Вот, а в той части, где их нет, вот поэтому мы завтра встречаемся комиссией и будем с желанием понять... А на пункте, какого года введен дом в эксплуатацию? Дом введен, мы, вот этот дом, по конкурсу, 14-й год. Год введения 14-й. Я могу там... Это вот новостройка, он еще продолжает строиться, там введен только один корпус. Поэтому... То есть там еще и зона ответственности застройщика идет у нас? Да, да, да. Завтра представители застройщика будут, потому что... Что еще хочу сказать? Но все-таки не очень понятно, прошу прощения, что перебивая комиссия, вы имеете в виду опять дядечек в пиджачках или все-таки технических специалистов? Нет, 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 технических специалистов. Технических. Ни в коем случае не в пиджаках, именно рабочая группа, именно специалисты. Потому что, я думаю, вы согласитесь, наши жители, честно, уже притомились, что по пару месяцев только пытаются выйти на людей ответственных, да, потом таки приезжает некая комиссия, некие непонятные люди, которых сегодня и завтра нет. Завтра именно, я так понимаю, технические специалисты. Именно техническая рабочая комиссия. Именно люди, которые производили наладку, когда еще дом не был заселен, это теплового пункта, представители застройщика. Можно надеяться, что завтра причина будет выяснена? Я очень хочу в это надеяться, верить и, поверьте, вот я сегодня буквально уделяю с каждым, с кем говорю, мало того, что мобильный телефон личный, плюс разговариваю, объясняю. Это тоже надо выслушать все это, весь этот негатив, вот, справедливый. А сколько вот уже, в принципе, да, к вам обращаются, когда вот первая заявка, заявление было, вот, по данному адресу? С 1 октября, как отопление пустили, так у нас есть проблемы. Да, у полностью уже, да, получается. Пока что, то есть, на объекте не работали технические специалисты? На объекте мы работаем ежедневно, вот в такой комиссии мы не работали. А ваши технические специалисты, то есть, получается, как-то не смогли сами справиться с чем-то же это связано? Не поймем, в чем причина, да. А тут все-таки, давайте, вот, как-то поподробнее проясним ситуацию. Тут именно в том дело, что у вас, может быть, не хватает, чего, квалификации, количества персонала. Может быть, у вас нет доступа к каким-то элементам, да, данной системы. Или это у какой-то уникальный случай? Нет, 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 нет. Смотрите, каждый дом, в каждом доме своя система разводки трубопроводов, своя система розлива дома. Есть горизонтальные, есть вертикальные, однотрубные, двутрубные. Везде своя специфика запуска отопления. Опять-таки, не исключаю возможность, что при производстве ремонтных работ кто-то поменял приборы отопления, кто-то поставил запорную арматуру, кто-то не выполнил перемычку и просто где-то поджимает им жарко. То есть, нет циркуляции по этим стоякам. Мало того, что мы завтра поймем, параметры на вводе в доме нормальные, давление нормальное, перепад хороший. К теплосети в данном случае претензий нет никаких. То есть, с их стороны нормально все. Собираемся, понимаем, еще раз все приборы кипов смотрим. Если все нормально, начинаем буквально уведомления по каждой квартире. Ходить смотреть. Чудес не бывает. Причина в чем-то есть. Может, кто-то устроил теплый пол. Все, что угодно может быть сделано. Все, что угодно. Елена Владимировна, но эту причину мы, я надеюсь, выясним. И мне вот другой вопрос и правильно сказали. Вот про мобильный телефон, про есть ли 100% обратная связь с жителями. Потому что это очень важно. Порой жители негодуют просто из-за того, что не могут дозвониться. То есть, в управляющую компанию некому пожаловаться или пожаловались, а обращение просто ушло в мусорный ящик. Мы уж давайте не будем говорить о том, что зачастую жители, даже которые кому-то дозвонились, не узнают, с кем они разговаривали. В конечном счете, невозможно понять, звонили ли они в принципе, и кто им что-то сказал, и что-то не донес. Помимо Дома управления, у нас есть аварийно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. И в Дома управления есть, сидит, находится человек специальный, который отвечает только на телефонные звонки. Также в аварийно-диспетчерской службе, также у нас приемная, соединяют по направлениям. Дозвониться действительно сейчас сложно, не буду отрицать, но чтобы мы оставили без внимания, или чтобы мы... Елена Азимовна, вы знаете, вы мне как-то рассказывали, что ведется запись телефонных разговоров. Да, у нас в аварийно-диспетчерской службе в Дома управления есть блок системный, ведется запись разговоров. Это очень хорошо. Ну, я полагаю, в ситуации, когда по несколько десятков звонков в день, мало ли кто будет на самом деле копаться, и выяснять все-таки, кто там, какой человек кому дозванивался, с кем это... Проверяется уровень общения, уровень... АДС проверяется регулярно. Служба АДС проверяется ежедневно. Перед началом смены снимается запись, она хранится в файлах, в любое время можно прослушать. Уважаемые зрители, напоминаю, мы сегодня говорим о начале отопительного периода в Одинцовском районе. Наш телефон 508-86-84. Кроме того, если у вас имеются какие-либо вопросы по иным темам, вы также можете позвонить. Напомню, что любое ваше обращение в прямом эфире рассматривается как официальное обращение в общественную палату Одинцовского района. А мы пока продолжим. Елена Владимировна, Николай Николаевич, что меня беспокоит, так это деньги. А именно, все-таки, как люди будут у нас расплачиваться по итогам этого месяца, если у них половину месяца, да, то есть там несколько дней, а не было предоставлено все-таки... Я думаю, Елена Владимировна меня поправит. Если квартира, жилое помещение оборудовано приборами учета, соответственно, если я не зарасходовал, я не обязан платить. А вот в тех жилых помещениях, где приборы учета не установлены, по закону должны сделать перерасчет. Правильно ли, Елена Владимировна? Абсолютно правильно. То есть перерасчет будет, людям надо это учитывать? Обязательно, конечно. Вот 39Б, если у кого не рабочие приборы учета или не установлены приборы, индивидуальные приборы учета, конечно, мы эту ситуацию знаем, мы ее отслеживаем, конечно, им будет сделан перерасчет. Корректировка всегда производится. А напомните, пожалуйста, нашим жителям, чтобы все хорошо для себя запомнили, перерасчет делается автоматически или по заявлению жителя? Нет, по заявлению. Обязательно. Жители пишут заявление. Обязательно. Но, соответственно, смещаются и сроки, я так понимаю, представления данной потенции. Да, да. Ну что ж, давайте перейдем к нашему следующему вопросу. Как раз-таки это неделя на дом 5, Николай Николаевич. Я так понимаю, что без водоснабжения остались, в общем-то, несколько подъездов по данному дому. А все-таки, опять же, в чем причина, почему сейчас, вот, на середину октября уже такая ситуация сохраняется? Подъезд остался один без водоснабжения. Да, вот страшно то, что это произошло в самый страшный день для любых граждан Российской Федерации. То есть, пятница вечер. Вот. И в пятницу вечером, к сожалению, не удалось оперативно связаться с бригадой. Вот. В понедельник жители обратились в общественную палату, вновь начали тревожить управляющую компанию. Но, вы знаете, вот в понедельник подключились и мы, как только обращение поступило в наш адрес. За понедельник был вопрос решен. Причем здесь не хочется никоим образом говорить что-то плохого в адрес управляющей компании, потому что устранили бы и раньше, но не был дан доступ к месту аварии. То есть, соответственно, стояк – это у нас место общего пользования. И, соответственно, жители должны в каждом своем помещении давать доступ к аварийной бригаде для того, чтобы оперативно все это устранить. Но после того, как мы туда, в аварийную службу, обратились, был осуществлен еще один выезд на это место. И технологически удалось найти возможность заварить это из другого жилого помещения. Вечером люди были с водой. А все-таки в конечном счете авария по чьей вине произошла? Это исключительно вина каких-то местных жителей или у нас тут правящая компания все-таки соответствует? Там один подъезд, это башня, не было горячей воды по стояку спаренных квартир, 10-11. Десятая квартира не давала доступа, потому что хорошая отделка в квартире. Соответственно, как только появились жители 11-й квартиры, доступ был обеспечен, там менее, так скажем, хорошая отделка. Причина аварии была свечена в стояковом трубопроводе горячего водоснабжения. То есть, если бы дали доступ изначально, авария была бы устроена в течение 10 минут. А часто ли вообще у нас происходят ситуации, когда действительно желание как-то облагородить свое жилище приводит к подобным авариям на стояках и подобным авариям? Часто, очень часто. Вот знаете, все принимаю, все упреки, знаем свои недоработки, стараемся. Но я хочу сказать жителям, без понимания, без взаимопонимания, без их отношения к проблемам и пониманию, что они живут в многоквартирном доме, навряд ли что-нибудь когда-нибудь получится изменить в идеальной схеме, в какой бы хотели жители. Я хочу, чтобы они не забывали, что кроме прав у них есть обязанности. И они обязаны допускать в квартиру для устранения аварийной ситуации. Когда производят ремонт, вопросов нет. Производите. Но всегда подумайте, вот стояк, вот запорная арматура, вот сифон. Каким образом слесарь будет это исправлять? Каким образом будут устраняться аварии? Когда стоит ванна, она заделана полностью, нет смотрового окна. Когда закрываются полностью системы стояковых трубопроводов. При том, что сейчас в наше время, пожалуйста, фальшпанели, жалюзи, люки, красивые декоративные. Я боюсь, это та самая ситуация, когда человек не по злому умуслу это делает или не знание, а по нашему русскому авось. Авось пронесет и годами все будет работать и не понадобится туда лезть. Давайте примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос такой, Кумал. В понедельник я звонил в управление домами, значит, у нас, это самое, по солнечной 26. Так. У нас делают, значит, это самое, ремонт на крыше чердака или как он называется. Крышу. Так. И вот, значит, это сам привозят под моим окном, значит, привозят бункер огромный, метров 8 или 7, там это самое сбрасываю. Все. То, что я своими руками делал бетон, значит, отмозку, да, все поразбили, тут разворотили, в помойку превратили. И звоню туда, значит, в управление домами, они, мы придем и до сих пор все приходят. Вы просто посмотрите вообще тут, что такое. А сколько дней они уже к вам приходят-то? С понедельника. С понедельника. Ну, три дня уже, да? Да. А звонили один раз или несколько? Один раз звоню, они, мы придем, сфотографируем там подобное, и вот это вот все безобразие творится. А я прошу прощения, прослушал, как вам обращаться можно? Артур Александрович. Артур Александрович, ну, спасибо за звонок. Думаю, это не вполне вот, да, тема именно сегодняшней нашей беседы. Но мы передадим ваше заявление в общественную палату, в общественную секретарю, да, слугами слон Геннадия Налепова. Они с вами обязательно свяжутся, думаю, выходят на место, и вы уже на месте покажете все и расскажете. Спасибо за звонок. Ну что ж, а мы давайте вернемся, да, к теме нашей беседы. Итак, неделя на дом 5. Вы говорите, что у нас как раз-таки нередко, да, подобные ситуации происходят. А разве нету ли все-таки каких-либо мер, вот, воздействия, на упреждения, да, с подобными людьми вот как-то работать? По идее, насколько я понимаю, при проведении ремонтных работ, которые подразумеваю, да, вот... Святослав, вы знаете, попробую я немножко, как в прошлом практикующий юрист, вот у меня были несколько случаев в практике. К сожалению, какой ремонт и в каком своем помещении вы делаете, вы, наверное, ни у кого спрашивать не будете, да. Здесь я поддержу представителя управляющей компании, Елена Владимировна, понимаете, здесь должно быть даже не какое-то понимание, а взаимоуважение друг к другу. Потому что, да, люди там стараются немножко тем самым увеличить там, в первую очередь, там, ванные помещения, да. И закапывают, извините, за сленг трубы таким образом, что слесарь просто приходит туда, он тоже не может докопаться. Понимаете, заставить человека совершить иные действия, то есть дать доступ, у нас можно только, соответственно, правовым путем, да. То есть для этого должны быть прийти судебные приставы с постановлением и, соответственно, заставить человека исправить, либо это демонтировать самостоятельно. Случаи бывают, затягиваются просто месяцами. Из-за одного вот такого умного соседа, не боюсь этого слова, может весь подъезд просто страдать. Потому что когда-то кому-то захотелось. Контролировать это как на уровне самосознания, к сожалению, по-другому невозможно. А нет ли в нашем районе практики, при котором, допустим, управдом или какие-то другие представители, да, подъездов или домов могли бы данную ситуацию отслеживать? Хороший вопрос, знаете, он мне приходил в голову. Вот это можно отслеживать тогда, когда управляющая компания сверяет приборы учета. Данные приборы учет. И, конечно, если правильно подготовить такого специалиста, если он это увидит, да, может быть, как-то можно и среагировать. Вынести жителю представление. Вот это вот действительно очень хорошо, как мы говорили в самом начале, предупредить беду, нежели чем потом эти последствия совместно устранять. Но таких прав, к сожалению, нет. Поэтому жители дорогие, давайте будем друг другу вежливы и будем все-таки думать о том, что мы живем в общем доме, а не в своей квартире. Это, конечно, нам много поможет. Просто тут надо понимать, правильно, это многоквартирный дом, система общая. Не получится, закрыл дверь и ты ушел от проблем, не уйдешь. Проблема дома. Относиться с пониманием. Притом, я вам скажу, мы со своей стороны, как управляющая компания, когда нам не предоставляют доступ, мы, конечно, уговариваем. Просто уговариваем жителей. Пишем гарантийные обязательства, что мы обязуемся восстановить так-то, так-то, то-то, то-то. Хотя тоже, по-хорошему, мы должны восстанавливать только в части проектного решения. Но идем на все, потому что я тоже, например, как житель понимаю, не работала бы в этой системе, тоже бы доступ не давала, когда, извините, засору системы канализации, я разрешаю вскрыть у себя стену, потому что понимаю, что соседка не даст это сделать. Конечно, это вопрос очень такой, но тут надо относиться с пониманием. Мы зависимы от соседей, мы зависимы друг от друга. Ну, в данном случае, то есть мы говорим именно о самосознании? Да, недели на пять, я говорю, была проблема решена гораздо быстрее, просто быстрее. Ну что же, мы сейчас поговорим еще об одном адресе в нашем районе, а пока примем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня Леонид зовут. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует. Здравствуйте. А у вас отключения проходили как-то систематически или раз отключили, несколько дней, часов не было? Значит, сначала не было вообще, потом отключили, отключили на нескольких часов, отключили заново. Никто из управляющих компаний что-нибудь сказать, звонки покупают, значит, они ничего не могут принять. А управляющая компания у вас, Леонид, какая? Сейчас Славянка. Славянка. Ну что ж, вообще данная управляющая компания, я думаю, известна не только в нашем районе, очень интересные там люди работают. Леонид, подскажите, пожалуйста, какой адрес, чтобы среагировать можно было? По какому адресу? Адрес Одинцовский район, Кубинка-1. Кубинка, она по всей Кубинке отключали от осознания. А, то есть это вообще вопрос был общий. Хорошо, Леонид, спасибо. Опять же, передадим данное заявление в комиссию жилищно-коммунального хозяйства и с вами свяжутся и, думаю, данному вопросу уделят подробное внимание. Николай Николаевич, давайте-ка пока мы продолжим нашу беседу. Еще один адрес, который очень интересует наших жильцов, как раз-таки этого адреса, как ни странно, это улица Северная, дом 50. Насколько мне известно, ситуация там была в чем-то схожая также с недели на дом 5. Известно вам вообще, что там происходило? Да, значит, по этому адресу поступило в наш адрес в течение одного дня сразу два обращения. Вот две жительницы обратились, данные обращения поступили в работу, но ситуация там выглядит намного сложнее. То есть, Леонид Владимирович, поправьте меня, там уже люди сидят, по-моему, вторая неделя пошла без горячей воды. С 7 октября, да. Да, то есть, там страдают жильцы целого подъезда, знаю там огромное количество маленьких детей, но ситуация выглядит, вернемся к началу нашего разговора, да, то есть, я так понимаю, Леонид Владимирович, что-то мы не могли перенести это на более ранние сроки. Работы начались с вчерашнего дня вестись. Яс. И вот я просто расскажу со слов жителей, Леонид Владимирович, если поправится, скажет, что не так. Было принято решение каким-то образом подключиться к соседнему стояку, чтобы каким-то образом дать допуск. И последняя информация о жителе, что это не произошло, и последняя информация о управлении компании будет произведена замена стояка полностью, потому что стояк прогнил. Прогнил. То есть, в данном случае у нас просто не авария вызвана какими-то ремонтами, в данном случае это именно техническая изношенность, правильно? Да. Да. Жители все равно сидят безусловно. Расскажу подробно по этой ситуации. Действительно, по одному стояку спаренные квартиры. То есть, в настоящее время 10 квартир без горячего водоснабжения. Во вторник приступили к работам. Два дня, 13-14 сегодня проводили ремонтные работы. Пытались восстановить водоснабжение. Хочу сразу сказать, там особенность прохождения стояков, стояки проходят в панелях стен. То есть, это изначально так монтируется. Там нет ни сантехнических ниш, ни открытого способа, они в панелях стен, что вызывает дополнительную трудность. Стояки действительно имеют очень большой процент износа. Ничего мы не смогли за два дня сделать. С завтрашнего дня мы приступаем просто к полной замене стояка. Полипропиленом будет выполнен новый трубопровод с резкой в подвальном помещении в лежак. И у людей будет дана вода. Мы до пятницы, четверг-пятница, постараемся эти работы закончить. Ну, я так понимаю, что если в пятницу таки не получится, то выходные у нас будете работать. То есть, до понедельника людям ждать не придется. Нет, мы не оставим, не бросим, пока не сделаем, мы не уйдем. А с какими вообще неудобствами для жильцов это будет связано? Я так понимаю, кроме непосредственно шума, нужно ли будет непосредственно доступ обеспечить квартиры определенные? Обязательно. Сегодня мы прошли, уведомили всех жителей. Жителям тоже огромное спасибо. Все отнеслись с пониманием. Доступ предоставляют. Конечно, это неудобства большие. В перекрытиях делаются отверстия. Перекрытие 30 сантиметров толщиной. Естественно, это пыль, это грязь. Это надо убрать помещение в ванну, освободить. Ну и одно могу сказать, что будет абсолютно новый стояк, который прослужит очень долго. И горячая вода, давление будет, согласно 354-му постановлению, даже лучше. Ну вот, опять же, разве не было ли возможности заранее выяснить, что, ну ладно уж там в целом отопительная система по дому, но прогнивший стояк, я думаю, он бы себя так или иначе-то выдал бы, если бы заранее данным вопросом занимались. А как вы сделаете? Стена. Стоит стена, ты заходишь, там все в панели стен. Каким образом? Только проявляется так, когда происходит авария. А пробник, опять же, разве не выявил бы данную проблему? Нет. Нет? Нет. Ну, если бы дать давление там такое, чтобы взлетели все трубы, то выявил бы. А так нет. Ситуации разные бывают. У нас была ситуация по Жуково-35, когда у людей была вода, все нормально. Утечка в подвальном помещении, стали вскрывать. Первый этаж, вскрыли стену, а там вообще нет трубы, она полностью сгнила. То есть вода шла по тому каналу, который был предположен для прохождения трубы. Алина Владимировна, так это просто совпадение о том, что это произошло на старте отопительного сезона? Абсолютно совпадение. Это не связано с пуском отопления никоим образом. Это происходит в разные времена, по разным причинам. Очень часто люди делают ремонт, просверливают эти трубопроводы. Часто действительно дома 64-го года постройки уже изношены из трубопроводов. По разным, еще раз говорю, по разным причинам. С пуском отопления вот это горячее водоснабжение никоим образом не связано. Алина Владимировна, я возвращаюсь к нашей идее разговора по поводу предупреждать, а не исправлять последствия. Послушайте, а может быть уже сейчас задуматься об инспекционном исследовании соседних стояков, соседних подъездов? Да, по меньшей мере по данному дому, да и в общем-то по всем, возможно, домам данного года. Что касается с пятиэтажными домами постройки 60-х годов и именно с такими конструктивами, конечно, изношенность там большая. И в любой момент мы можем предположить, что будет авария. Как уходить от этого, производить замену стояков? Сразу вам скажу, что полноценная замена стояка – это выборочный капитальный ремонт, который в принципе в текущий ремонт содержания дома, что оплачивают жители, не заложен. Но понимая, что люди без горячего водоснабжения в наш век, современных технологий – это не очень хорошо, мы берем как управляющая компания на себя данные расходы и производим данные работы. Массово мы их проводить не можем, поэтому и получается, что мы их устраняем по мере возникновения аварийной ситуации, потому что это опять-таки большие затраты финансирования. Поверьте, это не дешево. Ну что же, Елена Владимировна, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Надеюсь, что мы успокоили сегодня жителей, по крайней мере, вот этих адресов, о которых сегодня говорили. И будем надеяться, что все-таки другие адреса у нас не появятся в ближайшее время. Николай Николаевич, Елена Владимировна, благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о начале отопительного периода, отопительного сезона в Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы или предложения, ждем ваших звонков в течение недели. Телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете обратиться напрямую в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте или воспользоваться формой обратной связи. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова